Всем привет, друзья! Итак, триггером данного видео послужило следующее. Я посмотрел сейчас ролик от канала ProJapan, они там делают, каждую пятницу выпускают новости. Ну, я так, подписан на их канал, включил, посмотрел. Так вот, они сказали, в частности, про Германию, что в Германии запрещено сейчас, по новому законодательству, использовать предупреждающие системы о возможных камерах, радарах, ну и всему такому в навигаторах, в общем, в телефонах, да. В принципе, все люди этим пользуются, да, есть специальные приложения, где можно посмотреть, ага, где стоят мобильные радары, камеры, вот эта вся херня. Так вот, вроде как в Германии теперь это запрещено. Да, я посмотрел тоже сейчас в интернете, погуглил эту тему, мне стало интересно, потому что меня это касается, в принципе, напрямую. Да, штраф составляет 75 рублей, ой, блядь, не рублей, а этих, евро-рублей. Да, в принципе, сейчас у нас штрафы подняли конкретно с этого года, с 2020. Ну да ладно, но я сейчас начал изучать этот вопрос, так посмотрел в интернете. Так вот, в общем, там есть такие нюансы, которые, в принципе, делают этот закон, но абсолютно бессмысленным. То есть запрещено использование вот этих устройств во время движения транспортного средства. То есть, если ты едешь на автомобиле или на мотоцикле, и во время движения используешь данное средство, то ты, получается, нарушаешь закон, и тебя могут оштрафовать. Но стоит тебе остановиться, то есть ты можешь спокойно остановиться, посмотреть, изучить ситуацию на ближайшие километры, посмотреть, где радары, выключить устройство и спокойно ехать, зная, где все радары. То есть понимаете, да, что вот этот нюанс делает, в принципе, закон бессмысленным. Опять же, еще такой нюанс. Как полиция хочет меня, допустим, подловить на это? Ну, скажем, у меня в телефоне это устройство, да, допустим, навигатор, который показывает вот это. Я еду, допустим, меня останавливают. Они, ну, я не думаю, что они имеют право залезть в мой телефон без моего согласия или без разрешения суда, или что это как бы моя личная информация, и никто, в принципе, не имеет права, ну, как, просто так, скажем так, взять и залезть ко мне в телефон. Для этого нужно будет, все равно же, мне кажется, получить какое-то разрешение у суда, там, морда какой-нибудь, вот что-то такое. Я не думаю, что это так просто. Поэтому вот иногда такие законы, блядь, придумывают, что вот, хоть стой, хоть падай нафиг. Жесть. Ну, таких абсурдных законов у нас, в принципе, здесь хватает. Кстати, у нас сейчас тут активно идет обсуждение нового закона, чтобы запретить мотоциклистам ездить по воскресеньям. Вот я точно сейчас не помню, только по воскресеньям или вообще по выходным. По-моему, по воскресеньям, потому что, потому что мотоциклисты шумят. Видите, людям надо отдохнуть, ну, там, дома сидеть, а мотоциклисты едут. А вот когда эти же люди, блядь, включают свои газонокосилки и начинают в то же воскресенье херачить свои газоны, это значит, все нормально, то есть никого не смущает. Поэтому, ну, я не знаю, я вот честно сомневаюсь, что этот закон дурацкий когда-нибудь примут, но это 4 миллиона мотоциклистов в Германии, да, представьте, Германия, это как вот Челябинская область по размеру, да, и вот 4 миллиона концентрация мотоциклистов летом. В принципе, большая концентрация. И вот такой абсурдный закон принять, что значит, вот смотри, ты, скажем, с понедельника по пятницу там въябываешь, работаешь, а в выходные вот захотелось тебе, скажем, там покататься, отдохнуть, или просто куда-то выехать, а тебе, бац, и запретили выезжать. Ну, что за бред? Не, мне кажется, такой закон не прокатит. Ладно, ребята, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, там, если что, ставьте лайки, дизлайки, если тоже там что. Ну, а с вами был я, Вилли, увидимся. До новых встреч!